Отлично, хорошо. Ну, то есть, да, есть и азот-газ, есть азот-атом. А сегодня я вам расскажу, я просто хочу понять, насколько мне подробно выделять внимание разным аспектам. Сегодня я вам расскажу о материалах, о новых материалах. Ну, давайте вернемся немножко в историю и посмотрим, какие материалы использовали наши предки. Если начать с каменного века, то в те времена использовались какие-то камушки, какие-то кости, какие-то деревяшки. Суть добычи этих материалов или этих инструментов была такая, что человек брал один камушек, поднимал, кидал на другой, выбирал самый подходящий осколок и начинал им что-то делать. Ясное дело, камушки тупились, ломались, разбивались, это было не очень эффективно. Поэтому, когда человечество перешло в Железный век, та цивилизация, которая владела технологией развития, технологией добычи или приготовления инструментов из железа, она была впереди. Соответственно, цивилизация, которая знала бронзу, была сильнее, чем цивилизация, которая знала только камни. И цивилизация, которая знала железо, соответственно, была сильнее, чем цивилизация, которую я знала только бронзу. Что я хочу сказать, что материалы, которые используют цивилизации, они определяют их уровень развития. Давайте перейдем в какие-то не такие далекие времена. Когда стала развиваться добыча углеводородов и стал развиваться органический синтез, люди стали делать полимеры. Это тоже очень большой такой этап развития материалов. Если вы сейчас просто посмотрите вокруг, то, да, здесь не так много полимеров, но если вы посмотрите на себя, там, большая часть одежды, которая на вас, это какие-то различные полимеры, которые встроены там в натуральные ткани. То есть, такие эластаны, эластазы, они, это те материалы, которые позволяют надежде тянуться, это все, они синтезированы из нефти или из каких-то полисахаронов. Далее, вся техника, здесь пластик, он тоже сделан из полимеров. То есть, вы просто берете, немножко подробнее, как вообще образуются полимеры. Полимеры это такая вот молекула, которая повторяется очень много раз. То есть, основой полимера является мономер. Это вот такая вот маленькая молекула, которая повторяется. И вот эти маленькие молекула, они собираются в какие-то нити или в какие-то структуры и образуют из себя полимеры. Вы можете добавить туда немножко какой-то краситель, а у вас будут разноцветные полимеры. И, соответственно, у вашего айфона какой-то белый или черный цвет и так далее. Ну, полимеров достаточно много разных применений, там, и в автомобильной промышленности, и в технике. Вот просто если вы зайдете к себе домой, вы поймете, что больше половины всех вещей, которые у вас есть, они сделаны из полимера. Очень много в последнее время говорят о нанотехнологиях. И на самом деле, те процессоры, которые, например, находятся в ваших мобильных телефонах или в ваших компьютерах, они сделаны на основе нанотехнологии. И это вот материалы, которые упорядочены с точностью до 10-15 нанометров. Другой пример, более такой технически интересный и сложный, это, например, есть такая штука, как солнечные панели. Вы берете, делаете определенный материал, на него падает солнышко, и вы получаете электрический ток. Вот так вот, если очень просто. Но вот основная проблема в том, что любые материалы отражают. Вы видите, например, мои руки, потому что они отражают свет. Чем светлее свет, тем больше он света отражает. Соответственно, если половина света солнечного отражается, то вы теряете половину электроэнергии. Да? И то есть, недавно в Ухоевенском научном центре был разработан специальный нано-материал, вы видите, справа вверху, который позволяет улавливать весь свет, который на него падает. Практически весь свет. И вот снизу вы видите ученого, который показывает маленький черный квадратик, который улавливает весь свет и, соответственно, повышает эффективность этих солнечных батарей. Ну, в самом деле, нанотехнологии – это что-то очень-очень старое, и этому всему много тысяч лет. Вы знаете, что это такое? Лапа, правильно. Чья лапа? Реглушки. Мне кажется, я услышал правильно. Хамелеон. Триптон. Не хамелеон, а второй вариант? Гиркон. Гиркон, совершенно верно. Знаете, в чем вообще фишка гиркона? Они перебегают по вертикальному поверху. Да, он может полезть по стеклу вот так вот, потом может по потолку полезть. А все дело в том, что в его лапках, можно сказать, Чубайс покопался, то есть в его лапках заложены нанотехнологии. Я сейчас покажу снимки стенирующего электронного микроскопа. Видите, если приблизить его лапку, то она, получается, имеет определенную структуру. Если приближать дальше и дальше, то вот такие вот наноразмерные усики, они за счет просто электростатики берут и удерживают гиппона на поверхности. Просто все дело в том, если бы там наша рука на все сто процентов прилипала к стене, мы бы тоже так могли бы. Но они немножко не так работают. На самом деле, вот эти вот примеры, которые я привел, это просто вот какие-то выжимки, которые мне показались интересны. Но что же дальше? Какие новые материалы и какие прорывы здесь могут быть? Несмотря на то, что сейчас определенная тенденция есть, что все вообще пытаются перевести в электронную информацию, то есть и все цифровизовать, все равно науки о материалах развиваются. И я бы хотел показать один из примеров таких материалов, которые были изобретены совсем недавно. Первые работы появились лет 20 назад, а такой основной тренд на их изучение и синтез пошел буквально в течение последних 5 лет. Это металлорганические каркасные структуры. Я бы в фокусе в городе назвать их нос. Дело в том, что они представляют собой, так сказать, достижение человеческой цивилизации, которое я вам уже приводил. То есть, с одной стороны, они определяют каменный век. Как вы знаете, камни это какие-то минералы, то есть кристаллы, они имеют периодическую структуру. Дело в том, что МОК, металлорганические каркасные структуры, они строго периодические. То есть, если вы, как Владимир хорошо рассказал про трансляционную симметрию, вы можете просто брать и повторять их структуру. И они будут бесконечно большие. Далее, в их центрах используются атомы металла. Поэтому можно сказать, что металлы они берут из железного века. В их структурах, вот я еще подробнее о ней еще помню, расскажу. МОФО – это определенные пластеры металлов. То есть, это металлы, которые расположены определенным образом. Эти пластеры, они соединены друг с другом определенными полимерами, линкерами. И, собственно, все вот это образует такой пористый каркас. И внутри данных материалов есть достаточно большие поры, которыми мы будем пользоваться. Итак, я сейчас приведу достаточно простой пример, для чего нужны поры. И поры, они представляют, они гарантируют большую площадь поверхности. И как раз-таки я покажу, чем они отличаются. Вот смотрите, если мы рассмотрим слева – это гора, справа – это вот такой вот гипоскреб. Как вы думаете, где больше людей могут жить? В горах. Что-что? В горах? В горах? Ну, как показывает практика, в ологах живут не так много людей, а в гипоскребах достаточно много. Если в горе сделать много-много пещер, много пор, соответственно, там больше людей может разместиться. А в гипоскребе у нас уже достаточно большое количество пор, и там могут поселиться большое количество людей. То же самое касается различных молекул. То есть данные материалы, они используются, например, для хранилища, как хранилища газа, водородной энергетики. То есть там суть, что нужно хранить водород в каком-то безопасном виде. То есть не в виде газа, а в виде абсорбированного газа в структуре, металорганической каркасной структуры. Итак, давайте пойдем дальше. Из чего же они сделаны? Как я уже вам говорил, в мофте они представляют из себя такой молекулярный омега. То есть есть металлический кластер. К сожалению, у меня в глазах тут не работает. Вот, пациент. Вы видите определенный кластер меди. Перед вами медный кластер, который состоит из двух атомов меди. И, соответственно, эти два атома меди, они находятся в центре, и металлический кластер, он сразу с помощью линкера. Суть моков, чем они интересны, и почему они своего рода являются молекулярным лего, состоит в их разнообразии. Потому что вы можете менять как кластеры, так и линкеры. Вы можете менять структуру металлических кластеров. На 2009-й год было известно порядка 131 вида металлических кластеров. И, соответственно, вы можете брать за основу один из этих кластеров и конструировать свой мок дальше. Кроме того, в этих кластерах вы можете замещать виды металлов. То есть вы можете вместо железа взять медь, вместо меда взять никель, побольд и так далее. Далее, используя одни и те же линкеры и одни и те же кластеры, вы можете получать различные топологии. То есть вы можете получать кубическую структуру, косоэтическую структуру, структуру в виде фуллерена и так далее. Также вы можете менять координацию легандов. Например, у вас может быть леганд, который присоединяется двумя своими частями к кластерам, к металлическим кластерам. Может быть, который присоединяется двумя частями, четырьмя частями и так далее. Также вы можете менять просто длину линкера. Вы можете взять, например, вместо серекталевой слоты, которую линкер съешь, вы можете взять более длинный линкер, и у вас получатся большие поры в вашем соединении. Кроме изменений длины линкера, вы можете также брать функционализированный линкер. Это значит, что у вас вместо, например, молекулы теректалевой кислоты, у вас будет молекул теректалевая кислота функционализированная NH2-группой, или NO2-группой, или еще всякие различные варианты возможны. Кроме того, когда вы уже используете такую функционализацию, вы можете на линкер посадить атом еще какого-то другого металла. Например, справа вы видите, там сидит атом платина. И за счет такого практически бесконечного количества структур результирующих, вы можете конструировать именно те материалы, которые подходят для ваших применений. Одним из таких применений может быть каталис в нефтяной промышленности. Дело в том, что если вы... суть катализатора примерно такая, что у вас, например, есть бочка, огромная бочка, вы туда засыпаете различные вещества, и вам нужно нагреть эту бочку до 100 градусов и подождать 2 часа. Если вы добавляете туда катализатор, то вы можете нагревать эту бочку не до 100 градусов, а до 60 градусов, и ждать всего полчаса. То есть, налицо здесь экономический эффект, что вам нужно меньше энергии тратить на нагрев, меньше ждать, и больше вы сможете выпустить. Как раз таки, металлогические и коказные структуры, они используются как катализаторы. Далее, они могут быть использованы для адресной доставки лекарств в медицине. Практически как в вирусы, вы можете поместить в них нужные вещества и запустить в организм. Адресность, конечно, достигается за счет определенных нюансов. То есть, если вы хотите направить вещество в браковые клетки, то вам нужно сделать каркас определенного размера и пришить определенный вектор. Также металлогенические и каркасные структуры бывают сделаны из лекарственных препаратов. То есть, вы можете просто взять линкер, который сам по себе является лекарством, взять металл, который сам по себе является лекарством, и сделать такое вот лекарство, которое будет в организме циркулировать, и потихоньку распадаться, выпуская два лекарственных препарата. Как я уже говорил, эти муфы могут использоваться для народной энергетики, для хранения газов. За счет большой площади поверхности вы можете хранить большое количество газа достаточно безопасно. Муфы могут использоваться как газовые сенсоры. Как вы уже видели, что структура их состоит из атомов металлов, и эти атомы, они очень чувствительны к тому, что они будут поглощать. Соответственно, они могут быть избирательными такими поглотителями определенных газов, например, СО, СО2 и так далее. Применений очень много. Если сделать металлогоническую каркасную структуру, которую собирать не из одного вида металлических кластеров, а из нескольких, и использовать разное количество линкеров, то можно катализировать не одну реакцию, а несколько реакций одновременно. С помощью муфов можно будет хранить информацию, очень большую перспективу представляет из себя применение в медицине. Каким же образом можно понять, какой муф мы синтезировали? Синтезировали мы тот муф, который хотели или нет? У нас не так получилось. То есть, в основном используют несколько методов. Так, вы знаете, что изображено слева? Все физики знают, а эти физики? Соответственно, совершенно верно. Это снимок руки жены Эльгена. А кто знает, что такое справа? Совершенно верно. Для исследования структуры муфов, как уже говорилось, муфы, они являются пианическими структурами. Поэтому для их исследования используют методы линкеров с инфракцией. Наша группа специализируется на римгенской спектроскопии, римгеновского поглощения для исследования локальной атомной структуры именно атомов металлов. Дело в том, что большая часть применений муфов, она связана именно с атомами металлов, которые находятся в их структуре. То есть, если мы катализируем какую-то реакцию, то, скорее всего, молекула, она образует химическую связь с атомом металлов, потом происходит катализм, она переходит в другую форму или куда-то уходит. И это все можно отследить с помощью линкерской спектроскопии и поглощения. Суть ее заключается примерно в следующем. Вы помещаете образец в прибор, светите на образец с рентгеновским излучением и меняете его энергию. При этом вы детектируете, сколько у вас фотонов, сколько света было до образца и сколько света вы сможете детектировать после образца. Для каждой энергии, для каждой длинной волны. И у вас получается вот такой вот спектр, как вы видите вот слева. И дело в том, что вот такой для каждой структуры, для каждого окружения металла, такой спектр будет свой. Можно сказать, он уникальный. И суть линкерской спектроскопии и поглощения состоит в том, что нужно решить обратную задачу. Вы не можете из спектра напрямую сказать, какая у вас структура. Но вы можете взять структуру, посчитать спектр и сравнить его с экспериментом. Потом вы можете немножко изменить структуру, сравнить с экспериментом еще раз, еще раз. И с помощью определённого алгоритма подобрать лучшее согласие теоретического спектра с экспериментальным и получить структуру соединения. Так, ну это ещё и пример. Также для того, для исследования структуры и изменений структуры и природы химических связей в металлогенических каркасных структурах используют инфракрасную спектроскопию. Суть примерно та же, только светите вы не рентгеном, а светом в инфракрасном диапазоне. И вы уже из спектроскопии это чувствительно не к окружению какого-то определенного металла, а к химическим связям. Например, каждый пикс соответствует какой-то связи. Например, вот к какому-то колебанию. Например, вот в области 2800 обратных сантиметров там находится пик, который соответствует колебаниям CH2. И когда вы видите, например, вы проводите какую-то химическую реакцию и видите, что интенсивность этого пика уменьшается. Это значит, что количество таких связей уменьшается. И таким образом вы можете контролировать, какие, например, газы у вас садятся в мук, какие газы уходят, или какие газы превращаются, или какие молекулы превращаются из одних в другие. Практически все вот эти методы исследования, про которые я рассказала, они проводятся на специальных установках, на установках мегакласса. Например, вот одной из таких установок является европейский секретарный центр в Гренобле. Это вот такое вот огромное здание, где по кольцу летают электроны. Там, конечно, вакуумный канал, и вот по этому вакуумному каналу летают электроны. Как вы думаете, зачем они там летают? В физике зачем они там летают? Ну, излучают. Что подключает рентген? Соответственно, когда электрон летит со скоростью, близко к скоростью света, и меняет свою траекторию, он начинает излучать рентгеновское излучение. И дело в том, что на синхротроне интенсивность и количество вот этих выращивших фотонов в определенный телесный угол, она очень высока. И все исследования можно порвать гораздо быстрее. В том числе и измерения с разрешением по времени. То есть вы можете узнать, что происходит в ходе отхода к химической реакции. Если вы хотите уйти в еще более быстрые процессы и изучать какие-то процессы, которые идут с пентосекундной скоростью, то нужно ехать на линейный шаритель, так называемые лазеры на свободных электронах. И вот это, например, фотография лазера на свободных электронах, который, вы видите, он объединен с синхротроном. Это находится в Японии. Вот это фотография европейского лазера на свободных электронах. На самом деле сам канал не видно, потому что он очень длинный и проходит под землей. Вот это основное здание. Но по направлению вот туда, вот 4 километра под землей идет туннель, в котором стоят ускорители и которые разгоняют электроны, чтобы получить определенный эффект, который позволяет исследовать различные реакции с разрешением где-то с пентосекундным разрешением. Также на этой установке существует возможность исследовать одиночные молекулы. То есть за счет очень длинного ускорителя и за счет... Там получается такая большая фокусировка фотонов, что можно получить изображение, то есть рентгеновский снимок с одной молекулы. То есть можно взять один белок или один вирус и получить для него изображение. Суть... Ну еще вот проблемы таких установок, она состоит в том, что вот время экспериментальное, оно очень дорого там. То есть сейчас на вот этом лазере, который стоит 5 миллиардов евро, вот весь его бюджет строительства, там могут проходить два эксперимента. Вот сейчас могут идти только два эксперимента параллельно. И, соответственно, экспериментальное время, оно очень дорого. Поэтому нужно, чтобы ученые, которые приезжают туда проводить эксперименты, они уже знали, как что работает и могли не тратить время на обучение. И для этого у нас в Мстете есть такая вот коллаборация с учеными лазера на свободных электронах в Германии. И мы разрабатываем виртуальные лабораторные работы для них, чтобы люди, ученые со всего мира, перед тем, как поехать на лазер на свободных электронах, чтобы они могли на своем компьютере сесть, полностью провести какой-то обычный эксперимент. И чтобы уже задать все вопросы ученым, которые там работают, и не тратить на это время, когда они приедут на сам эксперимент. Вот. Собственно, что я в основном вам хотел сказать, то есть основная мысль, что развитие цивилизации и развитие технологий, они определяются, зачастую они определяются развитием материала. И чем та цивилизация, то общество, которое владеет большим количеством материалов, оно выигрывает. Спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, можете их задать сейчас или позже через e-mail. Спасибо.